Дорогие друзья, я рад сегодня побывать здесь у вас и поговорить, естественно. Я много, долго, 10 лет практически читал лекции, правда в другом учебном заведении, вы знаете, в Санкт-Петербургском университете. Делать это я люблю, особенно по юридической профессии, которая мне близка до сих пор, но я сегодня никаких лекций, конечно, читать не буду, поэтому своё вступительное слово максимально сокращу, потому что я так понимаю, что и вам интереснее какие-то вопросы задать и получить на них ответы, да и мне, честно говоря, приятнее отвечать на них, чем делать какие-то нудные вступления. Скажу только одно. Мы вот с коллегами сегодня приехали в Томск для того, чтобы позаниматься, может быть, самой главной темой, стоящей в повестке дня нашего государства, а именно модернизацией нашей экономики. Модернизацией, которая должна проводиться на основе новых технологий, инноваций и которая должна кардинальным образом изменить внутреннюю экономическую структуру нашего государства, нашего общества. Дело это довольно сложное. Экономика у нас тяжёлая, при этом объём национальных богатств, природных богатств гигантский, и мы, строго говоря, долгие годы этим вообще не занимались. Занимались добычей полезных ископаемых, их лёгкой переработкой и последующей отправкой за границу для того, чтобы получать деньги. Всё это давало нам неплохой доход и позволяло жить. Жить неплохо, до кризиса, во всяком случае. Кризис в значительной мере всё расставил по местам. Показал, что у сырьевого роста нет будущего. А раз нет будущего, значит, нужно вкладывать деньги в технологическое перевооружение, инвестиции в инновационную экономику. Ну, в общем, собственно, то, о чём сейчас много говорят с экранов телевизоров, много пишут в газетах и достаточно много обсуждают в интернете и в других коммуникативных средах. Я, естественно, готов ответить на любые ваши вопросы. Надеюсь, что они будут интересными. Всё. Пожалуйста. Мне приятно, что вы оценили мою краткость. Значит, я, извините, мне придётся действовать самым простым образом. Я буду показывать ручкой или пальцем рукой, потому что я вас лично не знаю, но буду говорить вот вы. Пожалуйста, поднимайте руки. Вот вы. Емельянова Елена, Томский университет системы управления радиоэлектроники. Вот вы сегодня говорили об инновациях. Я являюсь студенткой, которая обучается в групповом проектном обучении. Дальше там мы разрабатываем свои проекты, идеи какие-то. Дальше наш проект отправляется в бизнес-инкубатор. Инкубатор. Есть нам где выставляться, но, к сожалению, нет технологического бизнес-инкубатора. В своё время эта идея была поддержана государством, было закуплено оборудование, есть место, где его размещать, но, к сожалению, на сегодняшний день не хватает 90 миллионов рублей для того, чтобы... Как приятно. Я думал, так сказать, вы мне что-то такое сформулируете. Для того, чтобы подвести коммуникации к зданию, в котором бы это возможно было располагать, возможно ли возобновление поддержки? Конечно, возможно. Министр финансов здесь, нет? Нет, спрятался. Есть министр образования. Значит, это где находится? Тусур, площадь Южная, новый корпус. Ну, значит, Андрей Александрович, записывайте, потом передадите для обсуждения с министром финансов и с другими коллегами. Значит, ну, вы же понимаете, в прошлом году у нас произошли очень серьёзные, я бы сказал, драматические изменения в экономике. В общем, с одной стороны, это натолкнуло нас на необходимость активного инновационного роста, а с другой стороны, многие проекты просто оказались замороженными. Вот, поэтому я не знаю, с этим ли связано то, что недостроили, значит, скорее всего с этим, но будем возвращаться к финансированию. Значит, может быть, не сразу же, а степ-бай-степ, но в любом случае этим заниматься необходимо. Вот, но вы отметились по теме, так что можете зачёт поставить себе и вашим коллегам, которые тоже с вами, видимо, об этом говорили. Так, ну, пожалуйста, теперь мужчинам, ну, давайте вам. Здравствуйте, Коношонкин Александр, ТГУ, физико-технический факультет. Дмитрий Анатольевич, вот во время перестройки из России уехали многие крупные учёные, которые сейчас, кстати, являются нашими конкурентами. Что вы планируете делать для того, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации? Спасибо. Насильственно вернуть тех, кто уехал, и опустить железный занавес, для того, чтобы не разъехались снова. Ну, что я намереваюсь делать? Вы же понимаете, что можно делать? Создавать привлекательные условия для жизни. И это наша общая задача, это не только я должен делать. Вот сидит губернатор, сидит полномочный представитель, ректор, министр, другие коллеги, которые занимаются всем этим. Надо создавать нормальные привлекательные условия для жизни. Ну, вот мы вчера летели в самолёте, и я вместе с коллегами обсуждал, собственно, инновационную тему. А там присутствовали ключевые сотрудники правительства и администрации президента России. Значит, о чём мы говорили? Вот такой пример достаточно показательный для меня был. Наша какая-то девушка, выдающаяся, сначала уехала туда, поработала, значит, видимо, уже надоело всё, вернулась в Россию. В принципе, ей всё понравилось. Деньги уже более или менее приемлемые, готовы решить жилищную проблему. Но возникает только один вопрос. Инфраструктура – занятие любимым делом. То есть, инфраструктура – занятие наукой. А вот с этим огромная проблема. И вот в качестве примера приводится следующее. Вот она говорит, если я хочу что-то заказать, дело не в том, что в России на это денег нет. Деньги какие-то появились. Но в Америке я просто набираю это на компьютере, отправляю заявку через существующую систему коммуникаций по интернету, и на следующий день мне это всё привозят. Ну, максимум через 3-5 дней. А у нас я сначала иду в бухгалтерию, потом иду в материально-технический отдел, потом иду, допустим, к проректору или замдиректора института по экономическим или хозяйственным вопросам. Потом иду к директору института, потом мы отправляем эту заявку, и, может быть, через полгода я эти приборы получу. Вот в чём разница. Понимаете, различие уже не в том, что мало платят или что невозможно жилищную проблему решить. Уже это решается. Не так, конечно, может быть, быстро, как всем бы нам хотелось. А различие именно в том, что невозможно активно заниматься любимым делом. И вот это меня, честно говоря, настораживает даже больше, чем неспособность платить высокую зарплату. Ещё раз повторяю, при наличии финансов в государстве и нормальных отношений с бизнесом, это проблема решаемая. Точно так же, как и проблема жилья. А вот инфраструктура у нас в головах. До тех пор, пока мы не откажемся сами от такой системы принятия решений, допустим, по закупке оборудования, не предоставим, допустим, учёному или молодому руководителю лаборатории какой-то лимит финансирования, в рамках которого он будет самостоятельно этими деньгами распоряжаться. Вот так и будут тогда возвращаться туда. Ну а те, кто выпускается здесь, будут думать о том, чтобы уехать. Так, ну давайте я буду так двигаться, допустим, по секторам. Вот, давайте вы. Во-первых, хочется выразить вам благодарность за то, что вы, государство, поддерживает такие программы, как «Умник» и «Старт» с помощью фонда содействия. В Томске у нас уже более 200 умников, открылось более 100 предприятий малых инновационных по программе «Старт», часть из них уже по 217 закону. Как известно, по «Умнику» молодой инноватор получает 400 тысяч рублей. После этого он может создать предприятие и получить по программе «Старт» до 6 миллионов. Проблема заключается в том, что для крупномасштабных, больших проектов, грандиозных, этих денег явно недостаточно. С другой стороны, существует проблема того, что есть проекты, которые нужны стране, но сложно коммерциализуемые. Например, вот мое предприятие разрабатывает проект интернета третьего поколения для города Томска. Спасибо обла администрации, спасибо родному вузу, спасибо Томскому научному центру, что поддерживаете. Но этих ресурсов недостаточно. Скажите, какие есть механизмы, чтобы получить эти ресурсы, к кому обратиться, как поступить? Вот, спасибо.